Пока одни получают удовольствие, другие – головную боль и становятся пассивными курильщиками. Работа кальянных заведений активизировалась несколько лет назад. Причем зачастую они не сторонятся многочисленных нарушений закона. Табак без акцизов, алкоголь и кальян без предъявления паспорта. А еще угрозы тем, кто дышит этим запахом, не по своей воле. Сотрудники полиции регулярно выходят в рейд по таким дымным заведениям. Нарушения находят каждый раз. На этой неделе проверили кальянную в центре Ульяновска. Олег Тюрин об итогах рейда. Вот они здесь, голубь мира, а у них здесь трубка мира. Они выносятся сюда, здесь открываются багажники и начинается гуй-гай часа в три. Полнейшим беспределом жители одного из домов на пресечении улицы Гончарова и бульвара Пластова окрестили деятельность кальянной. Располагается она на первом этаже многоквартирного дома. Вентиляция общая, как и дым, который по трубам разносится уже в квартиры. Пассивными курильщиками жильцы стали против собственной воли. Я оттуда кричу, уже угрозы поступали, что мы вам кинем, подождем и так далее. Этот качественный в кавычках сервис давно стал поводом для регулярного визита сражей порядка. К гостям форме уже привыкли работники и гости заведения. А вот журналистов здесь увидеть не ожидали. Менеджер несколько минут получал от своего руководства ценные указания. Съемочную группу выставить за дверь, но безуспешно. Что сейчас спрашивают? Кто снимает? ВГТРК снимает? Они в помещение ходят, снимают. Как правило, в кальянах нет отбоя от посетителей. Но в погоне за выгодой паспорт у гостей спрашивают не всегда. Например, этому молодому человеку не исполнилось 18. Табачные изделия продавать ему запрещено, но это по закону. А на деле? А вообще что-нибудь спрашивали, когда заказывали? Да нет, в принципе, я вообще ничего не спросил. Спросили, какой вкус. Спелый, говорю, свеженький. У вас паспорт спрашивали, когда вы заказывали? Нет, не спрашивали. Сотрудники полиции на месте выявляют факт продажи кальяна с табаком несовершеннолетнему. Тут же составляют протокол и выписывают штраф. Будет дальше документы, которые есть, выяснены, кем является это. Частным лицом продавец, который, либо он индивидуальный предприниматель. И в зависимости от этого уже будут составляться протоколы и штрафные финансы будут. В ходе рейда активисты нашли еще одно грубое нарушение. Табачная продукция здесь нелегальна. За поводу у нас рода табачная продукция, как мы видим, без акциза, без ничего, то есть контрафакт. Я о чем говорил, то есть себестоимость такого продукта на рынке 50, 70, 80 рублей. По прайсу стоимость одного кальяна варьируется от 500 до 1000 рублей. Прибыль больше, чем в 12 раз превышает себестоимость контрафактного табака. А вот местные работники настаивают, это не кальяна, а чуть ли не ресторан. Это развлекательный. Возвлекательный? Да. Все люди приходят, кушают, едят. Кушают, едят. Это вообще пить. А вообще пить у меня будет табак. К слову, во многом решить проблему могут поправки федерального законодательства, которые сейчас активно рассматриваются в стенах Государственной Думы. По ним кальяны могут быть приравнены к сигаретам и, соответственно, запрещены в общественных местах. Олег Тюрин и Герман Баранов. Вести. Дежурная часть. Ульяновск.